Средняя продолжительность мастеров 120-150 лет. То есть каким образом они это достигали? У нас есть учитель, который, правда, уже умел, в возрасте 250 лет. В интернете, на википедии, то есть там можно о нем почитать, почему, как. Он там пишет, каким образом он достигает по уровня, каким способом он перечисляет. Ну, люди читают, но не понимают, каким это способом он так мог сделать. То есть это говорит о том, что человек может жить до бесконечности. Вопрос, с какой целью, для чего. То есть, если, к примеру, я своего учителя спросил, мой учитель, град-мастер Ли Хуан Тай, с монастыря Ла Ху Шона, я говорю, сколько вы хотите прожить? Ну, лет так 80, я говорю, а почему не 250? А зачем жить в этом стрессе? Я тут уже все понял. То есть жить как бы в стрессе, где у нас практически все, у вас постоянно трясет, это, как бы сказать, не совсем-то и нужно. Поэтому основная задача, в принципе, это понимание цели жизни в даотских практиках. Это так. Кто я? Для чего живу? Зачем мне это нужно? Каким способом? И, конечно, если коснуться четкой философии, с целью чего? Достижение радости, счастья, благосостояния. И многие люди понимают это и создают свою жизнь таким образом, что они выстраивают какой-то план. Типа, вот я хожу на работу, чтобы купить это, потом вот это, потом, потом куда, потом... И лет через 40 я стану счастливым и радостным, потому что это приобрету. И он проживает жизнь, живя в этом. И, может быть, даже этого не достигнув. Что ему мешает радость и счастье испытывать сейчас? То есть у человека стоит такая программа, которая ему как бы вот... Изначально он себе скажет, что потом когда-нибудь я буду жить хорошо, а в данный момент я буду просто существовать. А радость можно испытывать практически сейчас. То есть взять улыбнуться и быть радостным. Вот улыбается девушка. Но человек, он так устроен, что у него очень много программ. У него очень много в голове заложено как бы, что можно, что нельзя. Я читал, я слышал, мне сказали. И он выстраивает какую-то вот структуру, которая его на самом деле немножко даже грузит. Почему так происходит? Потому что человек не видит себя, не понимает, кто я. То есть у нас есть тело, тело, есть ум, есть сознание. И вот многие люди живут от ума. То есть они живут на уровне, я читал, слышал, знаю, я умный. И мне вот такая вот программа для меня кажется, что она хорошая, потому что мне посоветовали, порекомендовали. И ум управляет сознанием. А в даотских практиках мы пытаемся сделать так, чтобы сознание управляло умом. Что это дает? Когда ум управляет сознанием, а ум у нас постоянно находится в стрессе, то он как непослушная собачка. То есть он все время прыгает, мечется, скачет. А когда сознание управляет умом, то ум у нас умиротворенный, спокойный. То есть мы не тревожимся, мы спокойны, у нас все хорошо. И это позволяет нам быть как бы осознанным. Основная задача даотских практик, это стать с осознанным сознанием. То есть понимаемым все, что мы видим. Отсюда следует вопрос, а что же такое осознанное сознание? Многие люди не понимают, что такое сознание. У нас существует шесть уровней сознания. Все, что мы видим, слышим, ощущаем, то есть органами чувств. Каждое из этого является отдельным сознанием. Если мы видим предмет, мы осознаем, что это предмет мелок. Мы осознаем, значит это сознание на уровне глаз. Слышим, собака лает, а мы это осознаем. Пять органов чувств, это очень просто. Это сознание внешнее, а есть сознание ментальное, внутреннее. И вот важно понимать внутреннее сознание, ментальное. То, которое невидимо, или мы называем его тонким сознанием. И достигается подход к нему через медитацию. Я сейчас скажу, что это такое. Если вы можете достигнуть вот этого внутреннего сознания и почувствовать, что вы осознаете все, что происходит кругом вас, вы становитесь осознанным, вы в этот момент понимаете, кто вы. Ну, например, что я человек, живу на планете Земля. Да? Моя задача, цель такая-то там, родить, воспитать, сделать. Но многие люди не могут даже сказать, кто я, для чего живу. Особенно студенты, молодые люди. Я думаю, что вы тоже понимаете, кто вы и что вы еще. Какая ваша цель, задача в этой жизни. Это супер. Но важно вот эти программы, чтобы они вас не взбивали ваше сознание. Не выдергивали из того состояния, в котором вам спокойно. Важно спокойствие ума. То есть, чтобы ваш ум был трезвый, спокойный, уравновешенным. И вы были осознанным. Это достигается с помощью гимнастик, как ни странно. Гимнастики могут быть телесные. Мы сегодня будем делать, я чуть-чуть покажу. Это очень просто, вы даже можете не вставать с места. Есть гимнастики дыхательные. Есть гимнастики для управления сознанием. И таким образом, вся методика заключается в том, чтобы показать вам различные виды упражнений на тело, дыхание, сознание. И эти методики разбиты как бы на понимание с нескольких точек зрения, с нескольких философий. Первая философия – это понимание пяти элементов. Вы слышали что-нибудь об этом? Пяти элементов. Это называется профессионально усинь. Это первый раздел, который очень важен. И с него начинается. Второй раздел – это состояние или понимание двух противоположностей «инь» и «я». Круг черно-белый. Видели когда-нибудь, да? Это «инь-я». Следующее – это понимание восемь сил. То, что нас окружает в природе, в пространстве. Все природные явления – ветер, дождь, вода, огонь – это силы. И потом нужно вот это все объединить и выйти за пределы вот этого понимания. Вы к нам на лекцию? Чистично, да. За курткой. А, понятно. Это у нас знакомство. Чтобы познакомились вообще с этой методикой, с этим предметом. Потому что большинство людей вообще не понимает слово кунг-фу. Для них это только боевое искусство. Боевое искусство – это урок. То есть, если взять, например, ваш университет, это называется у нас профессионально ву-чи. Внутри у нас есть разные факультеты. И один из факультетов – кунг-фу. Кунг-фу, тай-чи, си-ни, пакуа, нгами, киконг, ной-конг. Вот это я сказал факультеты. А весь инвеситет называется ву-чи. И вот на факультете кунг-фу изучает технику пяти элементов. Ассоциируя пять элементов с животными. Для того, чтобы студенту было легче изучать предмет, он проводит ассоциации. Дерево, металл, вода, земля, огонь, тигр, журавль, змея, леопард, дракон. Пять элементов – пять животных. И так изучается хореография. То есть я говорю, двигайтесь как леопард. Это понятно. А двигайтесь как дерево – непонятно. Дерево – это леопард. Дерево-леопард – это печень. Вода – это дракон, это почки. Сердце – журавль. Это ассоциации провожу, я понимаете? То есть каждому элементу соответствует какой-то орган. Есть пять органов инь, пять органов ян. Инь-янь – мужчина-женщина. Органы инь – это полнотелые, те, которые не опорожняются. Сердце, печень, желудок, почки – они полнотелые. Это органы инь женские. Органы ян мужские – это те, которые наполняются, опорожняются. Мочевой пузы, желчный пузы, кишечник. Есть пять органов инь, пять органов ян. Они соответствуют вот этим животным. И даосы нашли определенные движения, которые оздоравливают внутренние органы. Все эти органы располагаются по звезде и по кругу. Вода, дерево. Дерево помогает огню. Огонь сгорел, получилась зола, земля. Из земли это забывает руду, металл. Из металла расплавляется, течет вода. Вода поливает дерево. То есть печень помогает сердцу. Сердце помогает селезенке. Селезенка помогает легке. Легка помогает почка. Почек помогает печени. И таким образом происходит оздоровление. Иммунная система находится здесь. Дерево – это иммунная система. Значит, нужно показать упражнение дерева. То есть упражнение для печени и желчного пузыря. Это орган пинь. Орган я. Желчный пузырь. Это нервная система. Если иммунная система разрушается, то она сразу разрушает и нервную систему. Поэтому мы сразу показываем упражнение для нервной системы, и для иммунной системы, если не покажу. А по звезде они разрушают. То есть огонь разрушает металл, металл разрушает дерево, дерево – землю. Это органы друг друга разрушают. Если иммунная система разрушена, значит, печеная здесь, в металле. Металл – это тигр. Это легкие, дыхательная система. Значит, человек неправильно дышит. Дыхательной гимнастики у него нет. Нет дыхательной гимнастики – проблемы с печенью. Проблемы с печенью – иммунная система плохая. Значит, сердце начинает страдать. То есть это вот система пяти элементов. Она, на самом деле, очень примитивно проста, но она позволяет, это определенная философия, работать. То есть именно оздоравливать. Получается орган инь, орган ян. И мы переходим к следующей системе – инь-янь. Вы видели там черно-белый круг. А система инь-янь, она как по пирамидке. Потому что из инь рождается инь-янь, из ян рождается инь-янь, из ян – инь-янь. То есть она вырастает вниз, как пирамидка, идет до бесконечности. То есть это более совершенная система. Как бы два, две части инь-янь, а тут пять. Но это более примитивная. С этого начинается. А это более совершенная. С него продолжается. Почему она более совершенная? Потому что эта система позволяет вам быть творцом. Все время развиваться. Нет предела совершенства. Вы все время находите в черном-белое, в белом-черное. И развиваетесь до бесконечности. Органы инь, органы ян, они как бы заложены сюда. Вот эта система...